МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гепарди, которые выйдут в наш Рим, станут предвестниками настоящей бури, которую мы с вами уже посолим сегодня. Тем более один из бойцов однажды уже запрят нашу Каринку так, что она поехала как следует. Нас ожидают пять поединков. Так что давайте проснемся, я думаю, и надеюсь с этого момента стрелище начинается. В девятом бою этого пока еще не великолепного турнира встретятся те, с кого еще не так давно сложно было представить друг против друга. В случае Колян, когда Колян выиграет, возможно, можно поставить на саундтрек наших речей и выход Колян на какой-нибудь из 5-45, если песня тебе понравилась. А, не знаю, там русские идут, например. Да, она такая достаточно интересная. Так, нажав, включи. Да. Кто их? Костовом. А, ну куда с этим сейчас будет, да? С Коляном попадем, да? Да, ну все, и тебя Колян. Да, ну ты богу Колян. Да, ну ты богу Колян. Уроженец небольшого дагестанского села Малая Орешевка, Который с неизменной улыбкой на лице И расслабленной по посткой движется по жизни. Пять раз он выходил на шрифт, и лишь однажды потерпел неудачу. За моё название одного из сильнейших бойцов дивизиона. Неудобный, нестандартный боец, но во всеми выскальзывает из рук своих соперников и жалит их, словно смертоносная южна. А взгляд его, словно гипнотка, провораживает добычу и откладывается в памяти зрителей надолго. А этот, короче, Костолом, наоборот, здоровее стал, наверное. Не, Росточком он не очень здоровый, конечно, а вот по крепости прям. Ну-ка, смотрите, да, у нас, смотри, молодец пришёл. Комбой. Кто это? Серьёзно? Я, пожалуйста. Ага, Комбой, спокойствие. Коль наоборот, я бы, в общем, в таком... Переселившийся с берега Бомкино-Малтики просторы, Варвар готов к набегу на третью для себя весовую категорию. Так же, как и его противник, он провёл пять боёв в Сене, но не все они сложились удачно. Варвар побеждал, проигрывал, падал и поднимался. Победа никогда не была для него главной целью. И свет перстня не манил его. Он всегда дрался ради драки и давал зрелище, достойное самос искушённых насилием в глаз. И сегодня, вернувшись в город, где началась его карьера в Топ-Топ, он в очередной раз готов закатить битву, из которой в целом не выйдет ни он, ни тот, кто стоит против него. А это именно то, чего мы сождались сегодня. А будет смешно, пойду, дарующего нам схватку, которая будет претендовать на главный бой этого вечера. Колин Ванвал! А, он здоровее, короче, к столу мы этого. Деньги на счёт и кэшбэк, да, 20%. Бонусный клуб Олимпед для тех, кому всегда мало. И новая весовая категория для Николая Горкунова, Холина Варвара, неожиданного в 64, любит он экспериментировать. Да, причём он любит экспериментировать не только с весами, но и со своим стилем, как мы знаем. Потому что Холина Варвара мы знаем как человека, который изначально шёл вперёд в трассе и рубился, но потом ещё и начал бассировать. Ну, в целом, да... Ой, ёё, ещё сказал стоп. Да, они прям свиснулись и говорят, стоп, а это он бить, 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 больный к столу. Понятно, что Ума категорически этим возмущён, да, и уже разбит мозг. Да, он его два или три раза ударил, пока тут сказал стоп. Да, опять же, это эмоции. Эмоции, которые пока перехлёстывают. Ну, я не думал, что Николай это делал в тат-2, или всё реально не услышал. Да, опять же, мы все знаем, что делает Холин Варвара, как он сражается, да, то есть если он видит цель, если видит, что цель в сантиметр, да, вот её достижение, он начинает бить, он начинает бросать удары, огромное количество, он начинает драться, он начинает обмениваться и остановить его... Может, наверное, только Денис Анатольевич? Он насколько заряжён Умар, слёзы видно на его глазах, это после попадания в нос. Так, давайте посмотрим. И вот здесь пролетёт дистанция у него, и что, он работает на ближней дистанции? Да, вот этих тренов мы ждали на ближней дистанции от Холина Варвара. Так, Холин Варвар очень хорош в работе, вблизи, в клинче, на средней дистанции. Он любит драться, он умеет обмениваться. Его, в деле, это уличный город, всегда это подчёркивает, да, что нету особой техники, нету. Но есть огромное желание, есть крепость головы, чтобы драться. И он это демонстрирует, что идёт вперёд на границе, разлегкает публику. Какой, нормальный. Смотрите на эти размеры, ближней дистанции. Пом-пом-пом, смотрите, он столько же не лезет на него. Да, он там степень, я забрал. Да, это масса прям за дамы. Что мы ждали от Коль Неваруя? Что он там, подор. В этом он исключительно хорош, только в этом. Это его стип, и мы видим, что он, в общем-то, на пульсе, да, потому что здесь уже Умару надо придумывать, как нейтрализовать это давление. А нейтрализованный, он уходит ударами, жесткими ударами на встречу. Ждёт, всё, доходит на засёк. Котоку он убрал, да? Умару. Ну, вот это, во всем движении, да. Да, чтобы он перестал пульс. Раунд закончится, потрясающий раунд. Что, друзья, именно этого мы с вами все ждали. Сейчас мы посмотрим Павторы. Вот такими плавусными элементами Николай прорывается в ближний бой. Просто посмотрите, вот так, здесь момент, конечно, нарушен он, но, честно сказать, верю всячески Николаю, что не услышал. Да, и он это показывал, да, сигнализировал об этом. И вот, смотрите, какое давление, как обычно, оказывает на своих противников Кольфар. Идёт вперёд, подняв забрало, честно глядя в глаза, на «вы», что называется. И он принуждает соперников принимать этот бой. У Умара другая задача. Мы видели, как он здорово работает на дистанции. Когда у него включены ноги, не останавливаются, но, конечно, Кольфар гораздо сложнее. С прямых ударов начинает. Умар, с вами проверяет джебом, потом пробивает. Бой, кусят, обмениваются джебами. Чуть подняться, за посту удара Умар пропускает весом, с него сбоку. Дима, да, разбил нос, ему больно, конечно, в том моменте. Неплохо проверяет джеб, и включает во всём. И вот сейчас попадает сразу на носок серию с трёх ударом. Боу, начинаем, хороший, боу, есть. И, так что, бюджет, летит, хорошо, но нога, слишком далеко тянулся Николай. Но, работа с джебом отлично. И он, как он, просыпает удары. Бороть хочется. Резать углы сопернику, не ходить за Умаром по прямой, потому что он даёт ему шанс выбираться из-под этого крейсинга. Но, опять же, для этого нам добит Умар. Но, а Умар все ждёт, все ждёт, чтобы встретить справа из Болина Варвара. И действительно, у неё присоединяются, и сам бежит, есть попадание. Обменялись, обменялись, и Болина Варвара был хорош. И вот здесь справа залетает, но у Болина Варвара каменная голова просто на каждую сторону. Чтобы его нахаутировать, нужно листер от трактора Беларусь. Идёт, идёт, вперёд, нажимает. Здесь Умар, вы прежде, вы на ногах. Бам, блин, а чё-то было, я не упал. Умар, вот ещё раз. Луга была, вот так, луга. Нету, с чем поднял. Есть, ума, нету. И сам Умар пытается, пытается здесь забирать. На ближней дистанции ему нужно резать углы обязательно. Пока он ходит за соперником по ниточке, он даёт ему варианты, даёт ему временно подумать, и пока всё. Заканчивается второй раз. А мне зафиг, это финальный бой прилива в сегодняшних турнирах ТОП-22. Ну что ж, этот самый финальный бой себя полностью оправдывает и по иннослим, и по уровню противостояния, и по битве стилей. Чё, Коляну отдадут? Полностью оправдывает и своё просьбе, и в целом, потому что когда Колян Варвара покажет, это всё равно. Потому что когда Колян Варвара покажет, это плохо получается. Когда он идёт в трассу, уничтожать, крушить, ломать, как настоящий халф, вот тогда это работает. Умар, в свою очередь, великолепно действует от соперника за шагами, за степами, в циркуле, проваливает, резко бьёт на опережение. Это всё те элементы, которые получаются у Умара в этом паре. Давайте посмотрим, чья в итоге возьмёт. Заканчивается первый рейт, третий раунд, подвигается неотвратимо. Кизлянский бродяга и Колин Варвар. Финальный раунд сегодняшних приливов. Третий раунд. Третий раунд. И некое напряжение создали бойцы. Решениями в начале боя. С неплохо меняют стороны Умар. Да, 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 он делает то, что должно. Он абсолютно правильно работает здесь. И сам заталкивает соперника на стену. Здесь Колин Варвара пытается развернуться, для того, чтобы вернуть себе инициативу. Проверяем, где он боковым. Потом переводил, судил на ком, и что, по-моему, попадает Умар сейчас. И продолжает давить. Одиночными ударами к ним уже подстроился Умар. И не было проблем с тем, чтобы подныривать под руки. И вот здесь уже стараются действовать максимально грамотно Умар, чтобы не пропускать. По спине, он не подойдет. Парелком. Варвар, да, опять же, это выглядит не супер технично. Но какая разница, когда эти удары проходят, они заходят на цели. Техники, если вы сейчас из модели включили боя, здраво. Вот, друзья, жесткая, маленькая, хорошо убегает Умар. Вот, и Варвара, как же, как же. Не оборачивайся, не пропускай, что я ощущаю. Здесь стойка от Варвара, я разбежь покачалась от Колина Варвара. И сам уже Колин Варвар, конечно же, наелся. Там серьезная гематома в районе левого глаза у Колина Варвара. Ну, еще бы, да, стойка ударов тоже на цели. Ну, да, Колян заберет. Добрый день. Денис Анатольевич, да? У вас, да, у вас, да, у вас, у вас, у вас, у вас. Ох ты, да, как он ему бочину дал. Моразиев, молодцы, оба, конечно, все это, да. Ну, Колянич выдержал молочек. Знак тоже, да, посмотрим. Замечательный поединок. Благодарим. В очередной раз я благодарю Колина Варвара за то, что я это увидел. И Умара. В прошлый раз я благодарил тебе спасибо, Николай. Николай, тебе спасибо за то, что ты делаешь такие бои. Спасибо, как сказал Николай. Все спасибо только для него. И, конечно же, для Умара. Конечно же, для Умара. Китлярский бродяга противостоял только Колину Варвара. И они показали крутой поезд. И мы надеемся, что не самый крутой, который нам предстоит сегодня увидеть. Да, потому что сегодня вырезка, ребята, но те, кто смотрели, те, кто знают, какие у нас поединки ожидают в основном гарде, ну, это просто пушечка. Ну, и этот бой является генеральной затравкой перед основным гардом. Парни, красавчики, опять же, вот это противостояние стилей, что они нам дали. Умар тоже показал себя в очередной раз великолепным техничным бойцом. Давайте услышим же, кто стал победителем этой импичной битвы. Бойцы на середину. Бойцы на середину. Ничего не будет, да, ну, значит, Колян. Колян. Поддерживает. Кто хуй был. Стало бы все ваше мешок. Ну, если с ним, возможно, не особо силы много. Понимаю, что там делать. Пойдем. Мы тебя в футболку одели. Он, короче, зовет подругу. Парня, не знаю, где его подруга. Здесь она или нет, он ее зовет. Мы ему дагестанскому брату по одному. А, нет, дагестанскому брату. Уважение только. Всем доброго. Коля. Ну, да, не захотел он общаться. Сказать, что этот поединок был лучшим в твоей карьере, но он по традиции направил нас в нужную сторону. И со своей труды мы даруем тебе этот бонус. Что, не станем бетом? У меня от Алимбета только нет бонуса. Давай поменяем его. Давай поменяем. Это бонус был от телеканала Удар, но чисто для фото. Так как в коллекции Коли еще нет бонуса, он получает бонус от Алимбета. Сделаю коллаж потом. Прикольно. Коля, пока ты на эмоциях расскажу, что Николай согнал 11 килограмм и впервые опустился в весовую категорию 64 килограмма. Придя изначально к нам весе больше 80. В любом случае, он показал полю к победе. Давайте дадим ему слово. Да, блин, от души есть что сказать. Очень много и сейчас в состоянии. Башка так не потрясена, как после последнего раза я такую фигню там наговорил. Я реально ничего не понимал. Весогонка прошла успешно. И если кто хочет, обращайтесь ко мне там в телек, пишите. Согнать вес, набрать массу там, что хотите. По фарме, по всему шаре, по диетологии я вам помогу. Лишь фарма, диетология, все шаре. Подписывайтесь, блог варвару, варвара веду на YouTube-канале. Подписывайтесь, смотрите. Но все еще благодаря моим друзьям. Боезд без команды никто убедился лишний раз. Весогонки мне помог. Мой друг секундан, Андрей Ефим. Да, если бы не он, вес бы не получилось сделать, ребят, правда. И спасибо моему товарищу, хорошему Виталью, владельцу Чилавто, автосервису Санкт-Петербурга. Если у вас есть тачка, которую вы любите, и вам не жалко денег, они выполнят вообще любое ваше пожелание. Я сам лично проехал в такой машине 5000 километров до Сочи, обратно в Петербург. Так, тачка не подвела, отвечаю, так что мой друг хороший. Если что, какие-то косяки можете про мне предъявлять потом. Вот. Благодарю всю свою команду. Женя. В моем углу сейчас находится. В Беларуси. Респект моему тренеру и менеджеру по совместительству Роману Михайлову. Без него я никто. Когда я проигрывал, это не вина у моего тренера. Я хреновый боец, мечтаю, чтобы у него был боец лучше меня. Потому что если, когда я выполняю все его команды, делают так, как он говорит, все получается всегда. А вот Шарин Бокси, круче него я не знаю людей, которые так повлияли на мою жизнь. Окружение это все. Короче, я сговорился. Большой респект и команда. А вот он учил автор. Я просто вы часть моей семьи. Вы дали мне билет в будущее. Еще год назад я об этом всем не мог даже мечтать. Это лучшее время в моей жизни. Надеюсь, что мы продолжим вместе. И дальше я вас обожаю всем, уважаю всем, мои друзья. Спасибо. Подарок. Подарок тебе от нашего партнера Олимпиад. Добавок к бонусу. Колин Варвар. Запрят нашу карету в очередной раз. Спасибо. Поехали. 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 Айфон 14+. Эх ты, бэээ. На нем и размазать. В коляну он это прижался к нему. Подходите на главный центр Олимпиад. Или обращайтесь за подробностями к очаровательным Олимпиад бюро. А рисунок подпиад. Скоро, бродовцам, не уходите далеко. В 22.30 мы выходим в эфир на видео. Сейчас 22.35, нормально. Четыре главными поединками сегодняшнего вечера. До скорых встреч. А, серьезно? Это перед главным каждым, да. Это пообщество, елма. Все, я помню. Стоп, стоп. А, все, да. Я думаю, повторы все. У всех каждого боя можно поблагодарить Колина Варвара и его оппонентов. Подняли настроение, действительно, знали, запрекли телегу. Но телега у нас встает пока на остановке. Небольшая пауза. Но сейчас мы насладим с этими замечательными повторами, где Колин Варвард входит в размены, а Умар Мартарзалеев ждет, чтобы встретить его справа. Да, и вот как раз, еще раз хочется обратиться к тому самому противостоянию стилей. Вот казалось бы, более техничный, более обученный, подвижный и также достаточно опытный боец, как Умар. И, извините, я перебью, не так давно он был таким же уличным борцом, как Колин Варвард. То есть, придя в топ-ток, это сейчас. Умар набрал форму, прибавил техники. Посмотри, он уже похож на боксера. Ты даже сказал такие вещи, что более опытный, более мастеровитый. Но парень набрал это все относительно недавно. Заходя карьеру в топ-ток. А пока мы комментируем, у нас для вас небольшой сюрприз человека, который работает с микрофоном, непосредственно вызывая бойцов, для того, чтобы они показывали красочные поединки. Данил, Рэнкби, Толеев. Да, здравствуйте. Здравствуйте, я так понимаю, как бы вдохновлялся путем гаджи автомата, когда принес этого писья сюда. Не знаю, никакой путь. Потому что кроме него и с бойцом, не знаю, кто спешит, а игрушка. Это талисман нашего козырского вечера. Причем гаджи автоматы, я не знаю. Это талисман пока не дает нужной энергии, которую так, если честно, хочется уже.